рад вас всех снова видеть много вопросов было о саде с голубикой вот немножко сегодня пойдет речь у нас о нем скажу честно приростами очень сильно доволен друзья очень приросты составляет минимум ну есть конечно и больше но в основном среднем возьмем цифру одной ветки прирост у меня идет в среднем 6 от 60 до метра двадцати прирост и побегов конечно достаточно этим кустам получается в районе двух с половиной лет 1 сентября будет им уже два с половиной года скажу так садил их 1 сентября как дети в школу говорится пошли вот и также скажу честно я их еще вырезал на черенки и коллеги на черенки вот отец прижал помог мне стал бы для подвязки так как очень большие кусты получились у меня что было сделано я фотографию вставлю на начале сезона кенни бы какие они были у меня как бы будет все смеяться то что их почти тут и не было прирост конечно очень серьезный большой вот эти ветки очень большие честно сказать доволен друзья очень сильно выросли кусты ну и сейчас закинем фото вставлю с обязательно вложу фото какой был сад какие были кустики что произошло можно сказать за четыре с половиной пять месяцев максимум вот так что смотрим далее друзья смотрим какие были какие стали начинал сезон друзья получается марте завез опилки замульчировал опилками потом замульчировал соломой солома не действует друзья хорошо если небольшой слой так как культиватором прохожу межряди всю солому стягу потом солома и поверху кора вот как только застелил корой получается коллеги тогда начала грубо говоря очень хорошо работать и солома и кора и все вместе и пошел дикий рост реально прирост очень дикий вот побег вот допустим дата метр где-то 50 сначала до верха как бы кусты реально большие на все почти на подвязках они просто не выдерживают свой вес вот из-за этого пришлось всем все подвязать вот и когда кору застелил друзья начала все работать и расти вот также отвечу на несколько вопросов так как много людьми сейчас на данный момент пишут по поливу у них вот сейчас допустим реально нас ты жара 26 28 до 30 градусов мой прелесть просто пол где-то метра не знаю друзья сколько ветка это метр пятьдесят метр сорок вот с учетом что про полив сейчас говорят вот такая жара надо поливать каждый несколько честно ни в коем случае не поливайте каждый день друзья потому что сгниет ночью влажность очень высокая роса и реально отпитывается очень сильно я допустим поливая 1 3 4 4 дня даже когда же растает если хотите кусту облегчить жизнь просто по верху опрыскивайте его чем-то по листу именно вечером пришли после жары опрыскали его ему намного легче а ну и забыл добавить что еще иглицу добавлял конечно вот декоры нету иглица еще было вот ну просто почему покажу допустим полив я здесь уже не подавал больше недели даже может полторы же растет реально вот по земле видите это после ночи от росы вот сейчас мы будем поднимать наш хвойный вот что вам друзья надо чтобы образовалась вам нужно чтобы образовались грибки грибочки это обозначает можно сказать что удерживается влага здесь очень хорошая вот как бы и начинается как грибок развиваться но это хорошо как в лесу вот вы поднимаете мох и все беленькая вот это хорошая курс среда грубо говоря для голубейки вот ну говорю кустами приростом очень доволен вот и по поливу ребят горю не перелете потому что сейчас очень страшно пили спритуши за ночь очень сильно роса вообще отпитывается куст влажность очень высокая почти чуть ли там не стопроцентная стрел там 92 процента как бы высокая очень влажности и кусты отпитываются очень сильно как бы да вот есть вообще мутанты друзья даже не представляю что происходило сходило с этими кустами но он просто огромнейший вот у него листья просто гигантские тоже вот со ствола веткой я скажу честно это прирост где-то в течение четырех с полным месяцев и я их еще друзья выстрел на черенкование очеренках мы поговорим немножко другом видео вот но мульча нужна для чего вам просто надо удерживать очень хорошо влагу просто чтобы даже минимальный дождь его примерно уже течение четырех дней вы могли даже не поливать не думать что влага уйдет даже от жары большой она должна выстаиваться постоянно влага должна стоять вот так будут дым еще подвязывать кустики до конца потому что реально очень сильно наклоняет ветер ну приростом говорю очень доволен кусты дали в рост серьезно не буду вам врать результатом в этом году доволен вот по обработке в конце сентября ну можно в середине даже ну лучше чуть в конце калийным удобрением будем чтобы быстрее древеснивать чтобы древеснивали побеги побыстрее чтоб не отмерзали вот ну как то так дорогие друзья конечно без удобрения здесь ничего не будет и без подкисления таких приростов но это лично мое мнение пока молодой куст так что я считаю что пока он молодой ему надо отпиться нормально отпитаться покушать как говорится что прости когда друзья вам кустам по 78 лет я согласен там можно перейти как говорят на все натурального сам будет расти да ну там корневая система очень сильно развита но когда мне говорят что у меня акуст там двухлетний я ничего никогда не добавляю я потом ну приезжаю смотрю на этот куст там вообще ребята это мне тоже двухлетний там такое ощущение что ему полгодика этому кустику а когда ко мне человек приезжает какое-то и спрашивает сколько времени сколько моим кустам он думает что им по 4 года ну вопрос в результатах горю откормки так что вот так дорогие коллеги задавайте вопросы по глубике подскажу расскажу чем смогу но с поливом не перебарщить сейчас вы должны знать что ночью очень важны это важный вопрос потому что многого человек не задал этот вопрос вот так что друзья вот такие вот дела спрашивали также по вопросе куда сбывать ягоду не буду врать подавать объявления по сайтам различным вот либо рынок как бы сбыта хватает вопрос сюда цены цена адекватные заберут все что есть все что лежит у вас обязательно вот вообще все 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 разгребут если цена конечно высокая ну тогда надо заморачиваться хранением чтобы от хранить срок чтобы чем позже тем лучше цена также поговорим про сорта все выбирают сорта там именно про оптовые говорю что более ранние хотят сейчас но потом оказывается думаю так и говорят что раньше сорт получается чем вы засадите нас беларуси ранние приморозки допустим еще есть но реально нас мороза могут дать ранее в основном все весь ранний сорт вам придется друзья накрывать под бондом на самом деле так и есть хотя бы первое время первые два-три года обязательно вот потому что он вымерзнет и по факту даст количество ягод столько как любой другой сорт а ценовая категория практически одна и та же из-за этого ну получится как что у вас меньше ягоды допустим дюка сорта блюкропа много ягоды и выйдет одинаково только вложение и затраты но это каждому надо считать саму если для дома да хорошо имеет там три-четыре сорта для себя как говорится и все вот так и друзья так что подписываемся ставим лайки вот сегодня буду поливать уже конечно потому что это поле они буду вам врать больше недели не обрабы вообще не поливал ничего хоть и жара горю стояла страшная но всегда прежде чем полить подойдите поднимите мульчу либо глубоко руку засуньте есть видите что влажный субстрат хорошо так и оставляйте не надо чтобы он был мокрый потому что все сгниет главное чтобы он был немного влажный если влажный ничего не делаете все хорошо вот как то так спасибо всем за внимание друзья подписываемся ставим лайки задаем вопросы и скоро будет видео про черенкование не знаю получится у меня не получится пирас черенкую как бы но посмотрим я скажу честно интернет в информации в интернете немного а если люди знают то говорят все поверхностно все и даже из канала не буду называть их кто говорит как это легко делается черенкуется все равно даже эти люди которые говорят что раскроем секреты ничего никто не раскрывая друзья вот вы сами должны додумываться догадываться как их прорастить но прорастить их реально очень сложно вот из-за этого спрос на черенки на саженцы молодые будут всегда потому что это очень трудоемкий процесс всем спасибо за внимание друзья спрашивайте я чем смогу тем подскажу всем пока